Опасен не тот, кто нажимает 10 разных кнопок. Опасен тот, кто нажимает одну кнопку 10 раз. БВВД 2020 год Всем привет! Сегодня будем разбираться с селектором подвесного вооружения. Рассмотрим, что с ним не так. Разберем конкретные примеры. Посмотрим, как это реализовано в других играх. А также рассмотрим вариант улучшения работы нынешней механики селектора. Для демонстрации работы селектора я возьму фантом с разношерстным набором штурмового вооружения. Благо конструктор подвесов позволяет собирать нам такие интересности. Для примера просто попробую переключиться на нары с помощью этого самого селектора. Для удобства на экране будет индикация клавиатуры. За выбор вооружения отвечает кнопка 1. За выбор количества применяемого вооружения отвечает кнопка F2. А прицел переключается на кнопку 4. Также я добавлю счетчик нажатий. Итак, давайте посчитаем, сколько нажатий потребуется, чтобы выбрать нары. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть нажатий. Но это еще не все. Я же не буду нарами по одной штучке стрелять. Надо переключить в режим стрельбы серии. А это еще целое одно нажатие. Итого семь нажатий, если вы играете в РБ или в аркаду. Но если вы играете в СБ, а я играю в СБ, то придется переключить еще и прицел в режим стрельбы на армии. А это еще целых четыре нажатия. Итого мы получаем 11 нажатий, чтобы просто переключиться на нары. Как-то многовато переключений получается, не находите? Вот и я так подумал. Я попытался это донести как-то до помощника на форуме. Но, как вы понимаете, дело это бесполезное. Так что давайте отправимся в игры, где все-таки кнопки наплодили. Посмотрим, насколько тяжело в них играть. Есть одна такая игра, 2000 года выпуска. Counter-Strike называется. Для выбора оружия здесь требуется всего одно нажатие кнопки. И лишь гранаты выбираются перебором. Что может потребовать уже целых трех нажатий. Такого удобства они добились простым решением. Развели кнопки для разных комплектов вооружений. Режим стрельбы КС тоже запоминает отдельно для каждого ствола. При смене оружия режим стрельбы не сбрасывается и не требует переключений. Напомню, в War Thunder, где селектор появился через 20 лет после выхода КС, нет возможности независимой установки темпа стрельбы для разных подвесов. Если я ставлю сброс серии для наров, то он устанавливается и для бомб. Что вынуждает меня каждый раз переключать темп стрельбы, что также является минусом минишной системы. Если вам не нравится Counter-Strike, то я могу вам показать другую игру. Как вы видите, и в этой игре выбор любого инструмента требует от меня максимум одного нажатия. Итак, нормальные игры посмотрели. Теперь вернемся к War Thunder. Разбираться будем на примере А10. Для удобства я визуализирую схему работы селектора. Итак, что мы видим? Мы видим один огромный барабан со всем вооружением, которое у нас есть. Выбирается оружие в нем методом перебора, по одной ячейке, одной кнопкой, в одну сторону. Здесь уже можно наблюдать корень проблемы работы селектора. Если нам повезет и нужный нам подвес будет находиться в следующей ячейке, то нам потребуется всего одно нажатие. Если не повезет и нужный подвес будет находиться в последней ячейке, то потребуются все четыре нажатия. Итого в среднем два с половиной нажатия на выбор нужного подвеса. А это барабан всего на пять подвесов. Если совсем сыграть в клоуна, то можно использовать девять разных типов вооружения, где средний прокрут уже будет равен четырех с половиной. Барабан с подвесами мы прокрутили, но это еще не все. Так как игра не запоминает отдельный режим стрельбы для наров и бомб, нам необходимо после одиночного режима для бомб перевести режим пуска в пуск серии. Это тоже выглядит как прокрутка барабана в три нажатия. Пуск с залпом мы выбрали. Осталось переключить прицел. Прицел выбирается тоже путем перебора. Это требует от нас еще три нажатия. Итого девять нажатий, чтобы переключиться с бомб на нары. В рамках боя это невероятно много и долго. Даже ДКС требует от нас меньшее количество нажатий. Критикуешь предлагай? Предлагаю. За место одной кнопки выбора оружия, я предлагаю добавить четыре кнопки. Выбор оружия бомбы, выбор оружия Нурсы, выбор оружия УРВВ, выбор оружия УРВП. А за место кнопки перебора прицела в кабине, я предлагаю также добавить четыре отдельные кнопки. Режим прицела стандарт, режим прицела пушка по наземным целям, режим прицела бомбы, режим прицела Нурсы. Итого шесть дополнительных кнопок. Но не спешите искать, куда все это забиндить. Потому что режим прицела под нары и выбор наров это одна и та же кнопка. Режим прицела под бомбы и выбор бомб это другая одна и та же кнопка. Режим прицела пушки по наземным целям можно скрестить с выходом из меню выбора оружия. А режим прицела стандарт можно скрестить с выбором УРВВ. Почему именно кнопки под прицел, а не автовыбор прицела в зависимости от выбора подвесов? Все просто, потому что некоторые не используют селектор, местами это не так удобно. А прицел нужен всегда. Теперь разберем схему работы предложенной мной системы. За место большого барабана со всем вооружением мы теперь имеем четыре отдельные группы вооружений, каждой из которых можно обратиться напрямую. За место общего барабана с режимами стрельбы мы получаем два независимых для бомб и ракет. А за место прицельного барабана мы получаем возможность вызвать любой нужный прицел, не пролистывая весь список. И все это ценой трех дополнительных кнопок. Нары теперь можно включить вообще с одного нажатия, так как и прицел, и нары назначены на одну кнопку. Режим огня теперь можно настроить отдельно для ракеты бомб, что избавит от необходимости настраивать это при каждом переключении с бомб на ракеты и обратно. Достаточно всего лишь один раз за спавн настроить ракеты и бомбы под себя. Если в какой-то ячейке находятся два или более различающихся подвеса, то при первом вызове выбирается последний активный предмет из этой ячейки. При повторном нажатии барабан прокручивается на один слот и выбирается следующий подвес. В целом, что мы видим? Улитка попыталась изобрести велосипед, но получился велосипед с квадратными колесами. Если систему строить по образу и подобию того, что делают другие производители игр, то можно добиться довольно юзабельной системы. Надеюсь, гайджины увидят мое предложение и что-то предпримут. Предпримут что-то, кроме моего бана, конечно. Продолжение следует...